Так, пока буду себе салат делать на обед, руккола помыла, дайкон, его почищу. Чуть-чуть всего. Банки начали подавать признаки жизни. Так, я дайкон, честно говоря, режу как огурец, дольками. Так, на этот салат мне, наверное, хватит. А это нарежу сейчас, сложу в контейнер, чтобы сразу досталось с контейнера, салат бросил. Потому что основное нежелание делать салаты, у меня, по крайней мере, потому что мне лениво все это нарезать. Но, тут же главное начать. Понимаю, что, в принципе, это не так уж и сложно. Можно, опять же, все нарезать заранее, сложить по контейнерам. Потом быстренько раз-раз, того всего пятого-десятого, и хоба, овощной салат готов. Так, ладно, дайкон сейчас дорежу. Сюда огурчик, салатик. Огурчику можно две половинки. Так, что тут у нас есть еще? Перчик. Половинку перчика. Так, чтобы просто салата было немного. Не, сегодня на целый день. Чуть-чуть в обед поем на ужин. Перцы шкварчат в мультиварке. Я думаю, что у нас уже и перчики салаты почти готовы. Единственное, я только не купила оливковое масло. Даже забыла вообще его смотреть. Ладно. Помидорчик. Большими кусочками. Немножечко лучка, наверное. И все. Что, сюда мне больше ничего не надо? Немножечко посолим. Ладно, заправляем тогда растительным маслом. Все. Собственно говоря. 4 минуты и салат готов. Красота! Так, перчик готов. Сюда 2 сразу положила в контейнер, пусть остывает. А этот все, мне на обед. Это мой обед. Сейчас я сяду убедать. Все здесь поснесу. И сейчас залью кипяточком. Здесь у меня листья малины и немножко малинки. Дам настояться, чтобы что-то прошло. А пока я буду обедать. Мы не будем простаивать. Я уже порезала на кетчуп а-ля соус. Прямо сюда же, в эту же мультиварку. В чашу мультиварку тоже будем делать мультиварку. Здесь остатки, которые я замораживала. Тут немножко зелени, немножко лучка. Немножко того, немножко сего. И помидорчики. Прям пополам их. Потому что все равно, опять же, потом все будет перебиваться блендером. Так, сюда же добавляем солюшки. И сюда я добавлю еще сахар. Ну, наверное, столовую ложку. А там потом будем пробовать. Пробовать и приводить до вкуса. Еще сюда красный перчик пойдет. И все. Ставлю в мультиварку на режим тушения. Ну, конечно, я вспомнила, что у меня есть чайник. Конечно, девочки. Но, как говорится, хорошая мысль. Это прекрасно. Главное, своевременно. Поэтому, ну, не знаю, сейчас как-нибудь. Перельем. Опа. Так. Ой, аромат уже пошел, конечно. Вот так вот. И, наверное, сюда два пакетика черного черного. Хоп. И хоп. Пусть настаивается. между прочим у нас тут уже и кетчуп почти готов можно перемалывать но как вы понимаете чтобы облегчить меняю жизнь мне еще предстоит разобраться с лажанами и наш друг и товарищ которую надо почистить сразу порезать кусочками сложить в контейнер будем заниматься но обед немножко остынет что делать есть как есть дыня наш друг и товарищ ну что все закрываем контейнером контейнер мы закрываем крышечкой кладем в холодильник а когда хочется холодненькой дыньки берем вилочку и наслаждаемся так девочки поскольку уже все готово с кетчупом домашним сейчас перебиваю раскладываю по бутылочкам и потом уже сядем убедать так девочки соус а-ля кетчуп готов разливаем по бутылочкам так получилось две баночки две бутылочки ну крышка конечно с пчелой ну бог с ним все это неважно мне кажется все таки хотя не вроде хватает крышек где-то я наверное какую-то с чем-то перепутала ладно это неважно значит это перчики здесь остывают это у меня еще баклажаны чаек мой сейчас будем пить так тут у меня что чистота порядок чистота порядок это убираем даже уже мусор в пакетик сложил просто честно говоря я терпеть не могу когда готовишь и кругом грязь поэтому я я всегда стараюсь чтобы грязи не было так это идет мыться это еще у меня вишеневое варенье еще настаивается сок пускаю с этим вообще отдельная история потому что их же надо их же нужно обжаривать ну как бы то как я хочу это сделать поэтому это пока ждет это для них часть как в контейнер часть на заготовку так что вот это пока все мою и и немножко притормаживаемся идем еду обедать и пить чай позже какой какой аромат мама дорогая все мне приятного аппетита скоро вернусь так возвращаемся вареница поставила уже сейчас она закипит переваривать не буду много пусть немножко покипит и разолью по баночкам и что и сейчас начинаем резать баклажанчики ну что вареница готова разливаем по баночкам я думаю тут немножко будет и даже меньше чем ну чуть придется сюда убрать наверное ставим одну баночку варенья а из того что осталось сделаем компотик варенья вкусная все одна баночка из дикой дикой-дикой вишни где много-много диких лобзья сейчас водичкой сколоснем сюда заливаем водичку кипяченую еще сейчас дольем прокипятим и будет вкусная вкусная все-таки быстренько сделаем сейчас баклажанчики режем хвостики попки убираем и солюшкой присыпаем чтобы не темнели быстренько процесс сейчас пройдет у вас гораздо быстрее все оставила несколько просто запечься запечь а эти соленые водички пусть пока полежат отдадут все коричь потом я их промою отожму и будем жарить так начала уже делать смотрю думаю что я не показываю надо же видео закончить обжариваю и складываю в баночку ничего не присаливаю опять же тоже в холодном виде можно будет отлично на черный хлебушек вот такие гигантские бутерброды не гигантские а веганские хотя при желании можно и гигантские кому как говорится что больше нравится ну вот так вот надо всю вот эту бодяжку переделать сложу в баночку и в контейнер то что вот на сейчас кушать а в баночку то что закроется на зиму еще у меня получается три я наверное зря простерилизовала хотя я может быть что-нибудь еще и придумаю в них пока вот ну что все на сегодня я в своей заготовке закончила хотя мне есть еще из чего и что поделать но работа проделана большая силы на исходе женщины которые делают это регулярно и в гораздо больших количествах я мысленно ставлю вам золотой памятник потому что я делаю в охотку только для себя и это совсем другие объемы но я устала я представляю как устаете вы поэтому мой вам пламенный поцелуй так что у меня баклажанчики перчики перчики фаршированные но это так на еду это тоже так на еду жареные баклажанчики вишневое варенье здесь компотик поставила но компот еще есть соус а-ля кетчуп и икра заморская кабачковая ну и чаек чаек кстати я уже весь выпила ну вот здесь так красиво стоит вот на этом сегодняшние труды мои выглядят вот так всем хорошего дня отличного настроения и пока пока